Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Накс. В конце мая представители Конгресса направили израильскому премьер-министру Бениамину Натаньяху официальное приглашение. В своем письме, датируем 31 мая, спикер платы представителя Майк Джонсон, а также лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, лидер республиканца в Сенате Митч МакКоннелл и лидер демократа в Хаузе Хаким Джеффрис попросили Натаньяху предстать перед Конгрессом, чтобы, цитирую, поделиться видением израильского правительства по защите демократии, борьбе с терроризмом и созданию справедливого и прочного мира в регионе. Вчера, 24 июля, это выступление состоялось. На сегодня намечена встреча Натаньяху с Байденом и Хэррис. 26 пятницу он встречается с Трампом в резиденции в Мару-Лага. Кто бы ни занял Белый дом в ноябре, отношения Израиля со своим главным союзником останутся непоколебимыми. Я в этом абсолютно уверен. Речь премьер-министра Бенина Натаньяху сегодня в ракурсе. Продолжаем наш цикл, обращаемся к первоисточникам. Для меня большая честь выступать в этой цитадели демократии в четвертый раз. Начал свою речь Натаньяху. Мы встречаемся сегодня на перекрестке истории. Наш мир находится в состоянии потрясения. На Ближнем Востоке иранская ось террора протестает Америке, Израилю и нашим арабским друзьям. Это не столкновение цивилизации. Это столкновение варварства и цивилизации. Это столкновение между теми, кто прославляет смерть, и теми, кто освещает жизнь. Чтобы силы цивилизации старжествовали, Америка и Израиль должны держаться вместе. Потому что, когда мы стоим вместе, происходит нечто очень простое. Мы выигрываем, а они проигрывают. И, друзья мои, пришел заверить вас в одном. Мы победим. Дамы и господа, подобно 7 декабря 1941 года, 11 сентября 2001 года, 7 октября, день, который навсегда останется в истории. Это был еврейский праздник, Симхат-Тараа. День начался как идеальный. Не облачко на небе. Тысячи молодых израильтян праздновали это событие на музыкальном фестивале под открытым небом. И внезапно, в 6.29 утра, когда дети все еще крепко спали в своих кроватях в городах и кибуцах рядом с сектором Газа, внезапно рай превратился в ад. 3000 террористов Хамаса ворвались в Израиль. Они убили 1200 человек из 41 страны, в том числе 39 американцев. Пропорционально по сравнению с численностью нашего населения, это примерно 20 событий 11 сентября за один день. И эти монстры, они насиловали женщин, обезглавливали мужчин, сжигали заживо младенцев, убивали родителей на глазах у их детей и детей на глазах у их родителей. Они затащили 255 человек в темные застенки Газы. Израиль уже вернул домой 135 таких заложников, в том числе семерых, которые были освобождены в результате смелых спасательных операций. Одна из освободенных заложниц, Ноа Арамгами, сидит здесь, на галерее, рядом с моей женой Сарой. Утром 7 октября весь мир увидел отчаянный взгляд Ноа, когда ее насильственно увезли в сектор Газа, в кузове мотоцикла. Несколько месяцев назад я встретил мать Ноа, Леору. Она умирала от рака. Она сказала мне, премьер-министр, у меня есть еще одно последнее желание. Я хочу обнять свою дочь Ноа в последний раз, перед смертью. Два месяца назад я санкционировал операцию «Командос» по спасению заложников. Наш спецназ, в том числе герой-офицер по имени Арнон Змора, павший в том бою, спас Ноа и троих других заложников. Я думаю, что это одна из самых трогательных вещей, когда Ноа воссоединилась со своей матерью Леорой, и последнее желание ее матери сбылось. Ноа, мы так рады видеть тебя сегодня с нами. Спасибо. Сегодня с нами здесь также многие семьи заложников, в том числе Ильяху Бибас. Ильяху Бибас – дедушка двух красивых рыжеволосых малышей. И они были взяты в заложники, вместе со своей матерью и сыном Ильяху. Вся семья была взята в заложники. Двое красивых рыжеволосых детей были взяты в заложники. Это могли сделать только монстры. С нами также Ирис Хаим, чей сын Ятам сбежал из плена Хамаса вместе с другими астральтянами. И они трагически погибли, возвращаясь к нашим позициям. С нами также семь американских заложников. Они здесь. Боль, которую пережили эти семьи, не передать словами. Вчера я снова встретился с ними и пообещал им, что не успокоюсь, пока все их близкие не вернутся домой. Все они. Сейчас мы активно участвуем в интенсивных усилиях по обеспечению их освобождения. И я уверен, что эти усилия могут увенчаться успехом. И это происходит прямо сейчас. Я хочу поблагодарить президента Байдена за его неустанные усилия в интересах заложников, а также за его усилия в интересах семей заложников. Я благодарю президента Байдена за его сердечную поддержку Израиля после жестокого нападения 7 октября. Он справедливо назвал Хамас чистым злом. Он отправил два авианосца на Ближний Восток, чтобы предотвратить более широкую войну. И он приехал в Израиль, чтобы поддержать нас в наш самый темный час, визит, который никогда не забудется. Мы с президентом Байденом знаем друг друга более 40 лет. Я хочу поблагодарить его за полвека дружбы с Израилем, за то, что он, по его словам, гордый сионист. Друзья мои, на протяжении более 9 месяцев израильские солдаты проявляли безграничное мужество. С нами сегодня лейтенант Авихаил Реуин. Авихаил – офицер израильских десантников. Его семьями грилла в Израиль из Эфиопии. Рано утром, 7 октября, Авихаил услышал новости о кровавом буйстве Хамаса. Он надел форму, схватил винтовку, но машины у него не было. Поэтому он пробежал 8 миль до линии фронта Газа, чтобы защитить свой народ. Вы не ослышались. Он пробежал 8 миль. Пришел на передовую, убил множество террористов и спас много-много жизней. Авихаил, мы все чтим твой замечательный героизм. Сегодня с нами еще один израильтянин. Он стоит рядом с Авихаилом. Это старший сержант Ашраф Аль-Бахири. Ашраф – солдат-бедуин из израильской мусульманской общины Рахат. 7 октября Ашраф также убил множество террористов. Сначала он защищал своих товарищей на военной базе, а затем бросил защищать соседние общины, в том числе опустошенную общину Кибуца-Биере. Как и Ашраф, мусульманские солдаты Цахал сражались плечом к ключу со своими еврейскими, друзскими, христианскими и другими товарищами по оружию, проявляя личную храбрость. С нами и третий герой – лейтенант Аса Сафер. Аса воевал офицером танкового батальона и был ранен в бою. Он был ранен в бою, защищая своих однополчан от гранаты. Он потерял правую руку и зрение в левом глазу. Он выздоравливает. Что, на мой взгляд, совершенно невероятно. Через короткое время Аса вскоре вернется на действительную службу в качестве командира танковой роты. Я только что узнал, что здесь есть и четвертый герой – лейтенант Янатан Бенхама, который потерял ногу в Газе и продолжил сражаться. Друзья мои, это солдаты Израиля. Непокоренные, неустрашимые, бесстрашные. Как сказано в Библии, они восстанут, как львы. Они восстали, как львы. Львы Иуды, львы Израиля. Дамы и господа, мужчины и женщины Цахала происходят изо всех уголков израильского общества, любой национальности, любого цвета кожи, любого версповедания, левых и правых взглядов, религиозные и светские. Все они пронизаны неукротимым духом маковеев, легендарных еврейских воинов древности. Сегодня с нами Яхиэль Лейтер, отец одного из маковеев. Отец Яхиэля избежал Холокоста и нашел убежище в Америке. В молодости Яхиэль переехал в Израиль и вырастил семью из восьми детей. Своего старшего сына назвал Маше в честь покойного отца. Маше стал образцовым офицером одного из наших элитных отрядов командос. Он прослужил с отличием два десятилетия, воспитав шестерых прекрасных детей. 7 октября Маше вызвался вернуться в бой. Четыре недели спустя он был убит, когда мина-ловушка взорвалась в шахте-туннеле рядом с мечетью. На параханах своего сына Яхиэль сказал следующее. «Если бы после Холокоста не было создано государство Израиля, в нашей коллективной памяти бы врезался бы образ того беспомощного еврейского мальчика в варшавском гетто, держащего руки вверх перед нацистами, направившие на него винтовки. «Но благодаря рождению Израиля», – продолжил Яхиэль, – «благодаря мужеству таких солдат, как мой сын Маше, еврейский народ больше не беспомощен перед лицом наших врагов. Яхиэль, пожалуйста, встаньте, чтобы мы могли почтить жертву твоего сына. Я обещаю вам и всем скорбящим семьям Израиля, некоторые из которых находятся сегодня в этом зале, жертва ваших близких не будет напрасной. Это не будет напрасно, потому что для Израиля никогда больше никогда не должно быть пустым обещанием. Это всегда должно оставаться священным обетом. А после 7 октября никогда больше навсегда. Мои друзья, победа над нашими жестокими врагами требует как смелости, так и ясности. Ясность начинается с сознания разницы между добром и злом. Тем не менее, невероятно много антиизраильских протестующих, многие из которых предпочитают стоять на стороне зла. Они поддержат Хамас. Они поддержат насильников и убийц. Они стоят с людьми, которые пришли в кибуц, в дом. Родители, которых прятали своих детей, двух младенцев на чердаке, на секретном чердаке. И они убили семью. Родители нашли секретную задвижку на потайном чердаке, затем убили младенцев. Вот эти протестующие поддерживают их. Им должно быть стыдно за себя. Они отказываются проводить простое различие между теми, кто нападает на террористов, и теми, кто нападает на гражданских лиц. Между демократическим государством Израиля, между бандитами и террористами Хамаса. Недавно мы узнали от директора национальной разведки Соединенных Штатов, что Иран финансирует и продвигает антиизраильские протесты в Америке. Они хотят разрушить Америку. Так что эти протестующие жили американские флаги даже 4 июля. Я хочу отдать должное. Ребятам из фротернити университета Северной Каролины, которые защитили американский флаг, защитили от этих антиизраильских протестующих. Настолько нам известно, Иран финансирует антиизраильские протесты, которые происходят прямо сейчас и возле этого здания. Не так уж много их, но они есть. Да и по всему городу. Что же, у меня есть послание этим протестующим. Когда тираны Тегерана, которые вешают геев на кранах убивать женщин за то, что они не покрывают волосы, восхаляют, продвигают и финансируют вас, вы официально становитесь полезными идиотами Ирана. Это потрясающе. Совершенно потрясающе. Некоторые из этих протестующих держат плакаты с надписью «Гей за газу». Таким же успехом они держат бы таблички с надписью «Куры для Кентаки Фрай Чикен». Эти протестующие скандируют «От реки до моря». Но многие понятия не имеют, о какой реке, о ком море идет речь. Они получают двойку не только по иографии, но и по истории. Они называют Израиль колониальным государством. Родины не знают, что земля Израиля – это место, где молились Авраам, Исаак и Яков, где проповедовали Исаия и Иеремия, где правили Давид и Соломон. На протяжении почти четырех тысяч лет земля Израиля была родиной еврейского народа. Это всегда был наш дом. Это всегда будет наш дом. Не только протестующие в кампусах ошибаются. Это также люди, которые управляют этими кампусами. Спустя 80 лет после Холокоста президенты Харварда, Пенсильвании, и мне стыдно признаться, что моя Альма-Матер, Массачусетский технологический институт не смогли заставить себя осудить призывы геноциду евреев. Помните, что они сказали на слушании? Они сказали, что это зависит от контекста. Что ж, позвольте мне дать этим озадаченным ученым-дамам немного контекста. Антисемитизм – старейшая ненависть в мире. На протяжении веков резни евреев всегда предшествовали дикие обвинения. Нас обвиняли во всем. От отравления колодцев до распространения чумы использования крови зарезанных младенцев для выпечки пасхальной мацы. Эта нелепая антисемитская ложь привела к преследованию, массам убийствам и в конечном итоге к худшему геноциду в истории – Холокосту. Теперь точно так же, как злонамеренная ложь веками распространялась против еврейского народа, сейчас злонамеренная ложь выдвигается против еврейского государства. Возмутительная клевета, изображающая Израиль как российское государство, склонное к геноциду, направлено на то, чтобы лишить Израиля легитимности, демонизировать еврейское государство и демонизировать евреев повсюду. И неудивительно, что мы стали свидетелями ужасающего роста антисемитизма в Америке и во всем мире. Мои друзья, когда бы и где мы бы не увидели бедствия антисемитизма, мы должны безоговорочно судить его и решительно бороться с ним без исключения. И не обманывайтесь, когда кровавые наветы против еврейского государства исходят от людей, которые носят модные шелковые одежды и высокомерно говорят о законе справедливости. И вот показательный пример. Прокурор Международного уголовного суда позорно обвинил Израиль в том, что Израиль намеренно уморяет голодом жителей Газы. Это полная чушь, это полная выдумка, это ложь. Израиль позволил более чем 40 тысячам грузовиков с гуманитарной помощью въехать в Газу. Это полмиллиона тонн еды. Это более трех тысяч калорий на каждого мужчину, женщину и ребенка в секторе Газа. И если есть в Газе палестинцы, которым не хватает еды, то это не потому, что Израиль блокирует ее, а потому, что Хамас ее крадет. Вот и вся эта ложь. Но есть и еще одна. Прокурор Международного уголовного суда обвиняет Израиль в преднамеренном падении на мирных жителей. О чем он черт по педи говорит? Цахал развесил миллионы листовок, отправил миллионы текстовых сообщений, сделал сотни тысяч телефонных звонков, чтобы уберечь палестинское гражданское население от опасности. Но в то же время Хамас делает все возможное, чтобы подвергнуть опасности палестинское гражданское население. Они запускают ракеты из школ, из больниц, из мечетей. Они даже расстреливают своих людей, когда те пытаются покинуть зону боевых действий. Высокопоставленный чиновник Хамаса Фатхи Хамад хвастался. Послушайте. Он хвастался, чтобы палестинские женщины-дети превосходно умеют выступать в роли живых щитов. Вот его слова. Превосходно умеют быть живыми щитами. Какое чудовищное зло. Для Израиля каждая смерть мирного жителя является трагедией. А для Хамаса это стратегия. На самом деле не хотят, чтобы палестинские граждане погибли. Чтобы Израиль был очернен в международных средствах массовой информации, на него оказали давление, чтобы он закончил войну до того, как она будет выиграна. Это позволило бы Хамасу пережить еще один день, и, как они поклялись, проводить события 7 октября снова, снова и снова. Что ж, я хочу заверить вас, что какое бы давление ни оказывалось, я никогда не позволю этому случиться. Подавляющее большинство американцев не поддались на пропаганду Хамаса. Они продолжают поддерживать Израиль. Я хочу сказать спасибо Америка. И спасибо вам, сенаторам и членам Палаты представителей, которые продолжают поддерживать нас, продолжают поддерживать Израиль, продолжают поддерживать правду и видеть ложь. Но что касается меньшинства, которое, возможно, попалось в новичку Хамаса, я предлагаю вам послушать полковника Джона Спенсера. Джон Спенсер, руководитель отдела исследований городских войн в Эстпойнте. Он изучал все крупные городские конфликты. Я хотел сказать в современной истории, но он меня поправил. Нет, вообще в истории. Израиль, по его словам, принял больше мер предосторожности для предотвращения ущерба гражданскому населению, чем любая армия в истории, и выходит далеко за рамки требований межродного права. Вот почему, несмотря на всю ложь, которую вы слышали, война в Газе имеет одно из самых низких соотношений между комбатантами и мирным населением в истории городских войн. И вы хотите знать, где в секторе Газа она самая низкая? Самый низкий показатель в Рафахе. Да, в Рафахе. Помните, что говорили многие люди? Если Израиль войдет в Рафах, там будут убиты тысячи, а может, десятки тысяч мирных жителей. Но он на прошлой неделе побывал в Рафахе. Я посетил наши войска, когда они завершили борьбу с оставшимися террористическими батальонами Хамаса. Я спросил тамешнего командира, сколько террористов уничтожили в Рафахе. Он назвал мне точную цифру – 1203. Я спросил его, сколько мирных жителей было при этом убито. Он сказал – премьер-министр практически нет, за исключением одного инцидента, когда шрапнель бомбы попала в склад оружия Хамаса и непреднамеренно убила два десятка человек. Поэтому мой ответ практически нет. Вы хотите знать почему? Потому что Израиль всегда спасает мирных жителей от опасности, а люди говорили, что мы этого не сможем сделать. Но мы это сделали. Этих сегодняшних героев, героических глав из Израиля, не следует осуждать за то, как они ведут войну в Газе. Их следует за это только поблагодарить. Я хочу поблагодарить всех вас сегодня, кто решительно выступил против ложных обвинений Международного уголовного суда и отстоял правду. Эта ложь не только клевета, это она опасна. Международный уголовный суд пытается сковать руки Израиля и помешать нам защитить себя. И если у Израиля будут связаны руки, следующей будет Америка. Я скажу вам, что будет еще дальше. Способность всех демократий бороться с терроризмом окажется под угрозой. Вот что стоит сегодня на кону. Поэтому позвольте мне заверить вас, что руки еврейского государства никогда не будут скованы. Израиль всегда будет защищать себя. На этом я прервусь. Просто подошло время нашего привычного перерыва. В принципе, речь израильского премьера больше. Но я думаю, что какими-то главными моментами я вас познакомил. Но всех, кто захотят продолжить чтение этой речи, вы можете найти ее транскрипт на очень хорошем портале, который называется Times for Israel. Да, вот туда я взял этот транскрипт, перевел его на русский язык и познакомил с вами. Ну а сейчас перерыв. Собирайтесь с мыслями. Встретимся после перерыва.